Красота не терпит дилетантство. Нет некрасивых женщин. Есть женщины, которые не знают о своей красоте. Красота – это страшная сила. Страшная сила. Дорогие телезрители, здравствуйте! Я приветствую вас в Центре парикмахерского искусства Hair House. Сегодня у нас кухня красоты. Сегодня мы с Натальей Емельяновой будем создавать индивидуальные духи, как и обещали. Наталья, что такое индивидуальные духи вообще? Чем они отличаются от духов обычных, которые мы покупаем в магазинах? Духи, купленные в магазинах, конечно, подбираются по запаху. Но духи, купленные в магазинах, делаются на основе синтетических ароматических веществ. А это, конечно, совсем другая история, нежели эфирные масла, которые, кроме того, что они приятно пахнут вам, они еще работают совершенно терапевтические программы с вашим организмом. То есть индивидуальные духи – это духи из эфирных масел? Во-первых, из эфирных масел на основе. Во-вторых, это духи из масел, которые вы выбрали вашим носом. Интуитивно, как кошка, выбирает травку, которая ей нужна в данный момент. Но если мне это приятно пахнет, будет ли значить, что от меня будет приятно пахнуть, если я это на тебя нанесу? Значит, это вопрос сложный. Духи индивидуальные, изготовленные из эфирных масел, вообще называются лечебными духами. Именно потому, что их эффект рассчитан в первую очередь на того человека, который их наносит на себя. Для того, чтобы от вас пахло, вам нужно, чтобы ваши духи были не только на теле, как нас учат мазать на точки пульсации, а чтобы они обязательно были на волосах, на одежде. Может быть, даже как делали раньше кусочек ватки, положенный где-то в кармашек или за отворот. Вот тогда духи будут пахнуть. Если вы будете мазать их только на себя, есть вариант, что они будут просто вашим организмом поглощаться сразу. Но всё-таки наша цель, чтобы приятно пахло не только для меня, но и от меня? Нет, от вас в любом случае будет пахнуть приятно. Вы знаете, интересная вещь. Духи, сделанные из эфирных масел, вот лёгкие, проводятся очень тест. Они наносятся на запястье трёх разных человек. Вы знаете, что у духов есть верхние ноты, нижние, у них есть базовые ноты, есть шлейф так называемый. Так вот, интересная история. Если пшикнуть трём разным людям духи и понюхать это через 5 минут и через 10, запах будет совершенно разный. Потому что вещества, из которых состоят эфирные масла, они в разной степени будут поглощаться разным человеком по степени надобности. Значит, начинается создание собственных духов с перенюхивания масел, правильно? Да. Начинается, во-первых, с определения цели, которую мы преследуем. Потому что сейчас у нас основная проблема женщины – это, конечно, состояние стресса. Например, мы можем взять самое такое масло адаптоген левзею и дугласию. Вот это хорошее сочетание, которое снимает стресс. Эти духи достаточно приятно пахнут, и они будут женщину успокаивать. Это работа чисто такая психоэмоциональная. А запах будет такой приятный, хвойно-цитрусовый запах. Но все-таки есть там какие-то ноги, которые будут привлекать противоположный пол? А как же? Знаете, когда иногда сплетничают про мужчину и женщину, есть такая фраза – «снюхались». В этом есть огромный смысл. Человеческое тело, оно испускает запах. Люди снюхались, у них очень сходный состав крови, они близки друг к другу. Это очень важно, потому что ведь животные находят друг друга по запаху. Мы тоже по запаху друг друга находим, просто мы об этом не думаем. И сегодня, когда мы свои естественные запахи сильно заглушаем духами искусственными, дезодорантами и прочим, мы все это смываем. Иногда бывает, что люди находят друг друга, а потом находиться не могут. Можно духами, составленными на основе эфирных масел, корректировать вот эти интимные отношения, чтобы люди вновь стали близки. Это очень просто – отказаться от синтетических дезодорантов и духов и пользоваться натуральными. Потому что натуральные, они подчеркнут ваши запахи, они выведут их на уровень нормальных, природных. Но также можно и феромоны, наверное, свои усилить. Конечно. Есть эфирные масла, которые просто являются афродизиаками. Мужские гормональные масла и женские гормональные масла. Если, например, нужно привлечь мужчину с женщине, она должна подумать о том, что ей можно использовать масло кедра, масло пачули, это мужские гормональные масла, и масло эфирное бигардия. Так женщина должна использовать мужские гормональные масла? Да, мужчины. Да, мужчин это, в общем, будет возбуждать. Если добавить туда еще бигардия и ланг, это женские масла. Вы знаете, мы, в принципе, в партнере все равно ищем и своих запахов. Здесь можно коснуться темы, которая играет огромную роль вообще в косметологии и в аромологии, и в ароматерапии. Это тема омоложения организма. У женщины ее состояние и внутреннее состояние, и состояние ее кожных покров очень сильно зависит от гормонов. Так вот, эфирные масла, они по своей сути являются фитоэстрогенами. В принципе, любое гормональное нарушение, оно корректируется гормональной терапией. Все боятся слова «гормон» и опасаются вообще любой гормональной терапии. Надежда, это очень правильно, потому что у синтетических гормонов есть, конечно, преимущество. Они быстро, буквально с первого приема, снимают неприятные симптомы, но они вызывают механизм отмены. У фитогормонов, в частности, у эфирных масел, у них недостаток, пожалуй, один. Наша эндокринная система – это система такая пассивная, ее сдвинуть очень трудно. Но если поставить себе такую задачу в течение какого-то времени гомеопатическими дозами, и самое главное, без вреда для организма и без вот этого механизма отмены, то есть свои гормоны будут вырабатываться по-прежнему, то есть они заставляют организм стать молоким. Начнем готовить. Начнем готовить. Из чего вообще состоят духи? Духи могут быть в разных вариантах. Могут быть твердые духи. Вот здесь у нас приготовлены духи, вот такие веселенькие, на основе масла какао. Масло какао – это баттер, твердое масло. Для того, чтобы приготовить духи, собственно говоря, нужно немного усилий. Нужно это масло расплавить. Оно плавится при температуре на 32-37 градусов. А, то есть невысокая температура. Невысокая температура. И, в принципе, если вы возьмете в руку, вот, температура воздуха у нас 20, а температура вашей руки 36, вы увидите, что на руке у вас она уже тает, оставляя заряжение. Как крем, кстати, можно. Да, ну, как крем у нас используется. Если мы расплавим это масло, капнем туда эфирную композицию и дадим ему застыть, то вот в таком виде мы получим вот самый примитивный вариант духов, который можно, кстати, использовать и как крем. Потому что шоколадное масло имеет прекрасные свойства и полезно на любых частях тела. И пахнет очень приятно. Да. В ранг духов у нас входит туалетная вода. Это очень слабые духи. Дезодорант, у которых есть смысл такой, чтобы заглушить запах пота. И это, кстати, в отличие от синтетических дезодорантов, очень здоровая и полезная вещь. Вещь, да, субстанция. Потому что что делает дезодорант синтетический? Он останавливает нормальный естественный ход лимфы. То есть он замедляет лимфоток. А если у нас замедляется лимфоток, конечно, да, пот не будет так выделяться, но это не очень полезно для организма. А если мы сделаем натуральный дезодорант на основе шалфея, пальморозы, кардамона или кориандра для мужчин, то мы получим дезодорант, конечно, не с 24-часовым действием, но, тем не менее, это будет такой природный хороший запах, который не навредит нашему организму. Далее духи. Мы с вами берем спирт. 5 мл. Мы отмеряем вот в такой вот флакончик темного стекла. Эфирные масла вообще должны храниться в темноте, на свету они очень быстро теряют свои свойства. Значит, 5 мл спирта. Сюда же мы добавляем полмиллилитра чуть-чуть глицерина. Собственно, глицерин можно не добавлять, но глицерин поможет духам обрести стойкость, то есть они все-таки будут держать запах, они будут сразу-сразу уходить. Вот это мы взболтаем. Вот такая у нас спиртоглицериновая смесь. Вот теперь сюда мы можем капать эфирные масла. Нам нужно с вами выбрать, какие эфирные масла мы будем капать. Давайте, как и всем женщинам, от депрессии. От депрессии? Да. Хорошо, давайте от депрессии. И мы немножечко все-таки позволим себе похулиганить, мы сделаем немножечко от депрессии, но добавим туда масла, которые являются сексуальными стимуляторами, автодизиаки, потому что женщина вообще должна находиться в состоянии влюбленности. Всегда. От этого у нее лучше идут метаболизмы, все процессы, от этого у нее блестят глаза, настроение, и, соответственно, она хорошо выглядит. Давайте начнем со стресса. А это уже будет как фитогормон считаться или нет? Нет. А все масла являются фитогормонами. А, вообще все. В разной степени практически все, да. От стресса мы с вами возьмем левзею. Кстати, понюхайте. Да, можно. Оно очень приятно пахнет. Это цитрус. Мы возьмем дугласию, которая отвечает за иммунитет и адекватность психики. Является тоже очень хорошим адаптогеном. Вот левзея с дугласией на пару, они как раз снимают вот эти вот депрессивные истерические состояния. Хвойное что-то, да? Вот знаете, оно хвойно-цитрусовое. Оно может относиться и к хвойным, и к цитрусовым. Мы возьмем с вами чуть-чуть мимозы. Это масло влюбленной женщине. Вообще, мимозу можно добавлять любой женщине. И даже той, которая его не выбирает, и той, которая говорит категорически, что оно ей не нравится, ей просто надо его спрятать, потому что, как я говорю, состояние влюбленности должно присутствовать всегда. Мимозу мы немножко добавим. И добавим мы немножко бигардия. Это масло фитоэстроген женский, достаточно сильный, очень привлекательный для мужчин. Ну и не только для мужчин, для женщин, кстати, тоже. Мы об этом не задумываемся, но когда от женщины пахнет вот этими маслами, женщины тоже к ней относятся гораздо лучше. Да? Да. Интересно. Я бы, кстати, никогда не сказала, что влюбленность пахнет вот таким запахом. Какой-то он немножко горький. Теперь главное нам соблюсти дозировку. Надежда, еще важный такой момент. Для того, чтобы духи имели спектр полноценный, есть понятие верхние ноты, средние и нижние. Вот цитрусовые у нас относятся к верхним нотам. Это у нас левзея. Дугласи относятся у нас к средним нотам. А к нижним нотам относятся масла, которые являются смолами. Это сандал, пачули, ветивер. Вот мы возьмем сандал. У нас большой выбор сандалов. У нас есть просто сандал. И у нас есть гавайский сандал. Вот какой вам больше понравится, тут мы и добавим. Близко не подносите, потому что это не тестер. Можно даже пробочку просто нюхать. Наталья, а ведь, наверное, есть какие-то принципы смешивания. Какие-то же нельзя, наверное, запахи смешивать. Они будут друг друга отторгать, правда? Да, но мы с вами не смешиваем те, которые... Нет, я просто интересуюсь. Там какие-то формулы есть или как? Знаете, формулы, по сути дела, нет. Есть один очень важный закон. Не нужно смешивать масла тонизирующего действия, чисто тонизирующие, и масла релаксирующего действия. Вот их смешивать не стоит. Вот этот выбрал, не знаю, правда, чья крышка. У нас с вами объем здесь 5 мл. Это значит, что мы можем сюда капнуть 5-7 капель. Не забываем, что эфирное масло, одна капля, это от 3 до 50 кг сырья. Это концентраты, поэтому мы считаем их каплями. Сандала мы каплями совсем немного, потому что это смола. А, и у нее очень резкий. У нее очень, да, не то что резкий, он сильный просто. Теперь мы капнем дугласию. Две капли. Раз, два. Я пока помешаю. Да. Чувствую себя какой-то ведьмой, которая готовит зелье. Так оно и есть. Левзей мы капнем 3 капли. Это наше, поскольку самое ведущее масло, вот его мы капаем 3 капли. Раз, два, три. И на мимозу и бигардию нам осталось ровно по одной капле. Больше мы себе даже позволить не можем, но нам и не нужно. И бигардию. Ммм, интересно. Сначала был сильный запах спирта, и мне казалось, что он ничем не перебьется. Нет, на самом деле, Надежда, это не такой быстрый процесс. Вот то, что мы с вами сделали, это материал теперь, это нужно настаивать. И долго? В течение двух недель. Сейчас мы имеем возможность проверить, что у нас получилось. Для этого подставляйте свою руку, точку пульсации. Вот, я вам наношу немножко, не нюхайте сразу. Сейчас выветрится спирт. Вот мы сейчас, кстати, проверим, насколько по-разному будет это пахнуть на вашей руке и на моей. Самое главное, если, например, вот мимоза вам не нравится, вы здесь не будете ее ощущать. У вас не будет этого. Она там есть, но вы ее не чувствуете, она спрятана. Да, она действует на меня. Конечно. Состояние влюбленности вам обеспечено. Я рада. И дальше, вот с этим материалом, как мы поступаем. Сейчас должен этот букет настояться. На две недели мы ставим это в темное место. И время от времени достаем и встряхиваем. Пока они настаиваются, собственно, пока мы не разбавили это водой, у нас есть возможность редактировать. Да, что-то добавить. А, то есть мы это потом еще водой разбавляем? Вот в таком виде это концентрированные духи. Нам нужно разбавить это в два раза. То есть вот в этот пузырек мы добавляем дистиллированной воды, доливаем до 10 мл. Вот тогда это будет хорошая парфюмированная вода. Очень интересно то, что это не просто запах, но еще и работает на психику. Даже если вы, например, работаете, у вас какой-то момент, когда вы чувствуете, что вы начинаете нервничать, можно просто выйти, нанести духи, нанести на руки, несколько раз отдохнуть. И вы почувствуете через пару минут, что вы успокаиваетесь. Понятно. А вот расскажите, даже интересно, что еще могут духи помочь сделать? Вот они могут наладить гормональный фон женщины, могут привлечь кого-то к ней. Еще что они могут сделать? Знаете, сейчас очень широко этими вещами, маслами, пользуется так называемый аромадизайн. Например, заходя в продуктовый магазин, вы наверняка ощущали не раз на себе, что где-то очень вкусно пахнет, у вас возникает желание что-то купить. Запахи, например, корицы, ванили, не очень хорошо. Они нам сразу напоминают о том, что как вкусно можно что-то съесть. А вот в межличностных отношениях могут еще что-то сделать духи интересные? Да, в межличностных могут. С помощью эфирных масел вполне реально заинтересовать мужчину, пробудить его интерес к себе, как к женщине. И точно так же можно этот интерес купировать. Совершенно. То есть убрать? Убрать. У нас есть здесь две заготовки, которые уже отстояли свои две недели. То есть это вот та спиртовая основа, из которой сейчас мы можем сделать парфюмерную воду. И как раз вот этот состав, в который входят и ланг, лимон, бергамот, ветер и пачули. Вот он как раз очень подходит для двоих. Это масла, которые нас успокоят и подведут к хорошей романтической ночи. Вот этот концентрат мы наливаем во флакончик. Поскольку масла достаточно тяжелые здесь, мы не будем делать один к одному, сделаем один к трём. То есть вот одна часть концентрата и две части дистиллированной воды. Готовые духи? Я даже протестирую. Конечно. Ой, очень вкусно пахнет. Все запахи удивительно приятны. Вот любую смесь, которую мы сейчас нюхаем с Натальей, они... Я не знаю даже, как это объяснить, но они действительно улучшают настроение. Это прям вот чувствуется мгновенно. То есть вот их хочется нюхать еще и еще. Тут уже все избрызгались. Сегодня был разрушен один из моих стереотипов. Я думала, что у духов всего одно свойство – приятно пахнуть. Оказывается, что их очень много. Вот эти духи, кроме того, что они приятно пахнут, они еще и восстанавливают мое здоровье. Психоэмоциональный фон. Что только они не делают. Это просто удивительно на самом деле. И я советую вам прикоснуться к этому замечательному миру ароматов. И порадовать себя любимым. До новых встреч. Будьте здоровы. Центр парикмахерского искусства «Хэр Хаус». Мы ждем вас по адресу. Улица Советская, дом 17А. Офис 9. Жилой комплекс «Триумф». Контактные телефоны. 577-86-19. 8-910-43-007-43. Красота не терпит дилетантство. Нет некрасивых женщин. Есть женщины, которые не знают о своей красоте. Красота – это страшная сила. Страшная сила.